Иногда после нескольких путешествий по миру в голове случается путаница. От обилия впечатлений уже не понимаешь, где какие достопримечательности видел. А вот с шестилетним Дмитрием Ганиным такого произойти не может. Ему еще только предстоит стать путешественником, а он знает о самых интересных местах на Земле буквально все. И с блеском доказал это в полуфинальной игре. У меня были домино с достопримечательностями. Я их складывал друг к другу, достопримечательностей к симмогу. Это у нас Стоунхэндж в Англии. Что у нас связано с Англией? Красная телефонная бурка. Я все это знаю, много смотрю мультиков географических и прошу маму мне читать. Это у нас Великая китайская стена. А с Китаем у нас связано что? Дракон. У меня был номер очень сложный, и я очень переживал, когда немножко подзабыл. Это у нас надо вспомнить. Тюбетейка! Тюбетейка! Профессор Василий Блючарев все-таки дал мне подстрашку, потому что я этого застрашиваю. Ты знаешь фантастически хорошо все страны, знаешь достопримечательности. И я вдруг неожиданно узнаю, что ты мечтаешь стать актером? Да. Почему актером? Ну вообще в моей театральной студии. Ты уже в студии театральной? Да. Уже обучаешься? А ты уже артист? Там у меня есть театральный гружок и народные песни. Я пою в ансамбле париклера Блада, и мы будем играть шкашку временским музыкантом. А ты кого играешь там? Разбойника, потому что роли раздают у кого какой есть костюм. У меня дома есть много разных, скажем, тряпочек. У меня есть разбойнические, пиратские, есть шляпля, сабля, есть пистолет. А если у тебя, например, нет вообще никаких костюмов, тогда кого ты играешь? Ну, я тогда играю «Человек-невидимку». Прекрасно. Ну, у меня была сказка, которая тогда только «Невидимку» играла. Ты у нас занимаешься в фольклорном ансамбле. Да. Вы поете народные песни. Да. Какая твоя любимая? Ну, мы там учим про журавля, про козла учим. Да, учиваем. Ах! Сегодня финал, давай про козла споем. Начинай, я подхвачу. Жил у бабки козел, у варварки козел. Жил-был козел и ушел, и ушел. Лес, только на плечу козлу идут все мировалков. И волки начали смешить козла. Это та половина, которую мы выучили. Артист. Красавец. Я для себя по-новому открыл фольклор сейчас. Может быть, ты хочешь стать певцом? Мама мне говорит, что артист должен уметь все. Правильно. Итак, ты как актер должен обладать фантастической... Мазгической аппаратурой. Мазгической аппаратурой должен обладать хорошей. И если выходит человек на сцену, он должен как произносить текст? С интонацией. Дикцией. Дикцией. И наизусть. И вот мы хотим тебе предложить такой интересный блиц сыграть у нас в программе на скороговорке. Готов ты к испытанию? Это та, я с удовольствием. С удовольствием. Я готов к любому заданию, к любому вопросу я со всем не смогу справиться. Дима, тебе предстоит сегодня пройти необычный блиц. Я буду называть тебе только буквы. Твоя задача – быстро вспомнить скороговорку, которая начинается на эту букву. Скороговорку нужно произнести правильно. Задание понятно? Да. Начинаем испытание для Дмитрия Ганина. Время пошло. Скороговорка на букву Ш. Шла, Саша, по шоссе и сазала сушку. Верно, скороговорка на букву П. Это будет перебилет, спрет, а ладно, ребят. Верно, скороговорка на букву О. Вот, потому что пыль по полю летит. Верно, скороговорка на букву Р. Расскажите про покупки, про какие, про покупки, про покупки, про покупки, про покупки, про покупки твои. Верно, скороговорка на букву Х. Хохлаты, хохотушки, хохот, хохотали, ха-ха-ха. Верно, скороговорка на букву С. Цепленок, 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 зацепленок, зацепленок. Верно, скороговорка на букву Е. Верно, скороговорка на букву Н Верно, скороговорка на букву У Верно, скороговорка на букву Б Верно, скороговорка на букву К Не успели, скороговорка на букву К 10 великолепных ответов и прекрасных скороговорок Дмитрий Ганин. Василий Андреевич, а как вам скороговоркой свои впечатления высказать? Возможно? Уф, у меня не получится. Во мне скорее проснулся специалист по мозгической аппаратуре. Поэтому, Дима, это было очень сложное задание. На память и на дикцию произношения. Здорово, что среди нас есть такие талантливые ребята. Не забудь пригласить нас с Александром на свою премьеру. Я с удовольствием вручаю тебе подсказку. Спасибо! Дмитрий Ганин получает подсказку из рук своего фаната, профессора Кличерева. Ты, солнышко мое!